Депутаты Краевого парламента посетили социально значимые объекты села Старобелокуриха. Местная школа не раз становилась лауреатом конкурса «Новая школа Алтая». В этом году она стала победителем всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение. Количество обучающихся в школе ежегодно растет. В 2019 году оно составило 276 человек. Самая уникальная у нас программа для начальной школы – это перспективная начальная школа, в которой изучают со второго класса информатику и иностранный язык. И, конечно, вот эта программа дает нам большой шанс потом, чтобы и ОГЭ сдать хорошо, и ЕГЭ сдать хорошо, потому что база основная закладывается в начальной школе. В школе провели реконструкцию тепловых сетей и водопровода. Здание отапливается от газовой котельной стоимостью 15 миллионов рублей, построенной на средства «Газпрома». Ремонт детского сада «Радуга» также выполнен благодаря поддержке газовой компании. Его стоимость составила 23 миллиона. Было меньше детей, с воспитателями была проблема. Сейчас у меня даже переизбыток, так сказать, кадры меняются. На замену, так сказать, есть воспитатели. Парламентарии посетили одно из старейших перерабатывающих предприятий России – Алтайский маслосыроддельный завод. Предприятие выпускает 24 вида сыра. Объемы производства за последние два года выросли вдвое. Сыры – советский, швейцарский, горный, алтайский, фрибург, нуар, черный монах – не раз становились победителями на отечественных и международных выставках. На заводе трудится много молодых специалистов. Депутаты Краевого парламента побывали в филиале Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий, которые также базируются в райцентре Алтайское. Спикер Краевого парламента Александр Романенко отметил – в районе активно развивается и сельское хозяйство, эффективно используются сельскохозяйственные угодья. Алтайский район, пусть он и небольшой, но 160 миллионов собственных доходов, а в целом расходы бюджета 500 миллионов ежегодно – это говорит о том, что район очень много получает инвестиционных составляющих, то есть активно участвует в реализации многих федеральных и краевых программ. Есть в районе и проблемы. Одна из причин низких темпов газификации, по словам заместителя председателя Комитета по экономической политике промышленности и предпринимательства КЗС Игоря Панарина, низкая активность населения, в основном по причине недостатка средств. Необходимо шире использовать возможности господдержки. Игорь Панарин отметил, в районе не разработан четкий план газификации. Этим в ближайшее время должны заняться местные власти. Владимир Токмаков, Дмитрий Черских, Александр Захаров. Новости.